Концерт без зрителей Концерт без вас, зрителей, невозможен. Мы решили в этих эфирах собрать самые ваши лучшие реакции за все время существования нашей программы. Добро пожаловать в карантин-квартал. Будьте здоровы! Здесь сияют витрины и горят фонари. Здесь сигналят машины от зари на зари. Здесь красотки танцуют, здесь всегда полный зал. Здесь девчонки целуют, даже если устал. Здесь всегда зажигает наш вечерний квартал. Наш вечерний квартал! Хорошо, хорошо, я выясню этот вопрос. Давай, пока. Так, генпрокурор где? Руслан, Рябошапка, где ты? Не понимаю. А, я здесь, Владимир Александрович. Рябошапка, иди сюда, иди сюда. Да, там тут дел, понятно. Не вправо. Смотри, я помню, смотри. Пришла весна. Пришла. Так, где посадки? Посадки. Посадки, да. Так, Владимир Александрович, весна же еще не до конца пришла. В смысле? Ну, в смысле, в смысле, птицы еще не все вернулись. Девушки еще не все теплые вещи сняли. Бабки еще не все подснежники продали. Да и вообще, зима не зима, весна не весна. Вот. Вам даже погода намекала, что, в принципе, можно было и зимой начинать. Можно было. А можно было и раньше. Да. Почему прошлой весной никому не посадили? Так прошлой весной радость была еще не наша. Ну, а сейчас? А сейчас рада уже не наша. Вот я об этом и говорю, Рябошапка. Если ты в ближайшее время никого не посадишь, пойдешь следом за Богданом. Понял? Это в смысле, интернет телочки Сейшелы, да? Рябошапка, я не шучу. Вот прямо сейчас доставай любую папку с делом и сажай. Что, прям? Прям любую. Давай, давай, да. Это, пожалуйста. Да, вот, смотри. Ох, ох, это... Да. Нет, я... Вот, вот это... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что? Вот, вот, смотрите. Да. Не, но этого мы точно посадить не можем. Почему? Потому что именно он и сажает. О, Господи. Так, я, кажется, понял, что делать. Я тебе сейчас карты перетасую. Сейчас, подожди, перетасую карты тебе. Держи вот это. О, ее? Ее. Не могу. Почему? Суеверие. Какое? Не сади сидевшую. Рябошапка, не сади сидевшую, не суди судившего. У тебя одни поговорки. А что вы придираетесь, Владимир Александрович? Что я придираюсь? Ну, я не понимаю, как ей? По фракциям, что ли, сажать? Ну, не знаю. Хорошо, давай ОПЗЖ. Слушайте, господин президент, вот зачем их сажать туда, где их будут уважать, а? Странный аргумент, если честно. Хорошо, ну что делать? Ну, я не понимаю. Хорошо, на Рабиновича что-то есть? О, на Рабиновича есть. Посадить можем? Можем. Почему не сажаем? Проблематично. Почему? Ну, сначала он 4 часа отрицал, что он Рабинович. Потом на каждое обвинение он спрашивал, «А шо мне за это будет?» Это на него похоже. И торговался. Потом он продал паленые ролик с исследователем. Даже так. Потом обратно выиграл их в карты. Потом воспользовался правом на один звонок, позвонил в Израиль и уже пятый день прощается с родственниками. Да. А нам, а нам приходят счета за международные разговоры. Так что, знаете, мы решили, что на воле его держать дешевле будет. Это правильно. Это правильно. Что же делать? Я не понимаю. Я не знаю. Слушайте, давайте так, Владимир Александрович. Вот ни нашим, ни вашим. Давайте просто по алфавиту пойдем и все. По алфавиту? Да. Давай. Давайте. Порошенко. Алфавит начинается с А. Хорошо, давай с А. Алексеич. Господин президент. Да. Я вам не раз уже рассказывал. Мы уже 30 раз его на допрос в ГБР вызывали. Он не может прийти, понимаете? Хорошо. Вы же не можете придумать какой-нибудь метод, чтобы его выманить? О, а мы придумали. Придумали. Правда, говорят, что они какие-то все у вас нереальные. Реальные, понимаете? Например. Ну, например, смотрите. Значит, положить ему под дверь такой очень-очень длинный рецепт торта. Чтобы он начал читать его у дома, а закончил в ГБР. Руслан, детский сад. Да. Короче, я понял. Надо звонить специалисту по этим вопросам. Кому? Звоню Лукашенко. А. Алло. Александр Григорьевич. Александр Григорьевич, у нас тут такое дело. Скажите, как вы людей сажаете? Что? Не можете говорить, почему? А, вы людей сажаете. Извините. Так, ну я не знаю. Значит, слушай. Ребошапка, будем сажать пачками. Все. Смотри, вот этих вот сажаем. Вот этих тоже и вот этих тоже сажаем. Ну я вас поздравляю. Это один и тот же человек. А он, как я уже говорил, на допросы не приходит. Сужден. Лукашенко перезванет. Алло. Александр Григорьевич, хотел с вами посоветоваться. Мы тут никого не можем посадить. А у вас что? Тюрьмы закончились? Нет. А в чем тогда проблема? Ну как, ну нужно провести расследование. А шо такое расследование? Я вам потом объясню. Извините. Так, 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 что ж делать? Слушайте. Слушайте, Владимир Александрович. Да. А давайте Илью Киву посадим, да и все. Киву? В смысле? Он же там такое в ради вытворяет. С Жириновским переписывался. А ветерана толкнул, журналисту предлагал голову отрезать. Ну, и за шо его сажать? Обычный вторник Ильи Кивы. Вы шутите сейчас? Да шучу, конечно. Я не шучу. Просто депутаты от «Слуги народа» будут против того, чтобы сажать Киву за решетку. Почему? Потому что что бы ни натворили депутаты от «Слуги народа», они всегда могут сказать, а вы посмотрите на Киву. Согласен. На. Опять «Лукашин». Да, Александр Григорьевич. Ну, рассказывайте, шо там в вашей посадке? Идут? В смысле? Только две минуты прошло. Тю. Долго вы. Я пока с вами разговаривал, так возбудился, шо уже троих посадил. Так шо догоняйте. Хорошо. Здравствуйте. Игорь Валерьевич, какими судьбами? Вов, я у тебя пока посижу тут. Пока что? Пока ты президент. Игорь Валерьевич, зачем вы пришли? Я пришел уточнить насчет «Приватбанка». Что именно? Я хочу уточнить, что он мне все-таки по-прежнему нужен. И это точно. Владимир Александрович, а шо происходит? Что? Банк не отдаете. Обыски на моем канале. Бог да на отправили в отставку. Слушайте, а не сильно ли мы с вами на публику враждуем? Так, Игорь Валерьевич, мы вообще-то тут делами занимаемся. Надеюсь, не моими? Слушай, а я смотрю, вы на этого накопали, да? Надо будет его предупредить. Я не понял. Это что, тоже ваш человек? Господи, куда ни плюнь, везде попадешь в человека, связанного с Коломойским. А шо вы хотели? Такой вот Колома-вирус. Так, где же она может быть, а? Богдан! Андрей, шо ты здесь делаешь? Я ж тебя уволил. Сейчас я кое-что найду и уйду. А вы сажайте, сажайте. Ну ты хотя бы скажи, что ты ищешь. Ну такая она, как объяснить, не знаю. Что? Называется «Настоящая дружба», Вова. Так, Андрей. Слушай, Владимир Александрович, если не можешь никого посадить, потренируйся. Посади Богдан. Зачем? Ну попробуй его посадить и поймешь, какого юриста ты профукал. Андрюша, как ты думаешь, а мы сможем тебя посадить? А дайте дело почитать. Так, а дела никакого нет. А, по беспределу решили пойти, да? Тогда шансы есть, кстати. Так, Богдан, мы тебя посадим, понятно? За шо? За все хорошее. Так я ж ничего хорошего так и не сделаю. Блин, не придерешься, а? Так, Игорь Валерьевич, я тут подумал и решил вам вернуть то, что по праву принадлежит вам. Ну слава Богу, это то, о чем я подумал. Конечно. Моя собственная. Да, да. На «Б» начинается. Да, на «Б» начинается. Забирайте своего Богдана и идите отсюда. Владимир Александрович, Вова. Идите, мы делами занимаемся. Все, пожалуйста, уходи. Слушайте, Владимир Александрович. Да. Давайте Ахметова посадим, да и все, что там. За что? Как за что? Он же монополист. Он же недавно замок бельгийского короля за 200 миллионов долларов купил. Ну нельзя, Руслан. По конституции Украины нельзя сажать людей из зависти. Точно. Ну ты же прокурор, господи. А что делать тогда? Понимаю. Слушай, у меня, кажется, есть одна кандидатурка. Какая? Сейчас узнаем. Ну, ну, ну. Сейчас. Алло, я слушаю. Виктор Федорович, здрасте. Да, здравствуйте. Это я. Это Зеленский. Виктор Федорович, не хотите вернуться? Куда? В Украину. Так, а я никуда и не уезжал. В смысле, а где вы? Я сейчас в санатории в Новых Санжарах. Слушайте, мне тут каких-то людей привезли с коронавирусом. Хочу заявить официально. Это самозванцы. Их никто не короновал. Иду, иду. Извините, но мне пора на процедуры. До свидания. Да, удачи. Ах он вы где? Скотиняки. Ховаетесь. Тушегубы. И нарез я вас знайшов. Я не понял. Это что, Ляшко? Ляшко. А что это с ним? Да его полгода никто не видел. Может, он сейчас так выглядит. Вы все сказали? Да. Я пришел свариться. Бо я чувствовал, что вы хотите когось посадить. Так, Олег Валерьевич, не волнуйтесь. Вас сажать мы не собираемся. Так именно поэтому я и пришел свариться. Вы хотите сесть? Ну не вопрос, посадим вас за решетку. Ох, вы душегубы. Ну ладно, если надо, то сяду. Но я хочу сам собі выбрать камеру, в которой я буду сидеть. Ну выбирайте. А я уже выбрал. Это общий душ. И второе. Я хочу, чтобы со мной в вязницу пошла хотя бы одна мне близка людина. В бане, Ляшко. Ну, хай пидера сита. Хай пидера сита. Я тики за. Господи, Руслан, общайся сам с ним. Я не хочу. А, да. Да, Олег Валерьевич, ну раз уж вы хотите, чтобы мы вас арестовали. Вам же нужен адвокат. А мне не надо адвоката. У меня есть моя адвокатская контора. Какая? Я, собственно, знаете, как называется? Ляшко и партнеры. Не, 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 не. Так не пойдет, Олег Валерьевич. Что значит не пиде? Не пойдет. Что значит не пиде? Я готувався до вязницы. Я навіть фотографии робил. Какие фотографии? Иди, иди, дивіться. О, це перша. То це друга. Третя. И финалочка. А вы мене таке кажете. Так, ну хорошо, пан Ляшко, уговорили. Посадим мы вас в СИЗО. Яке СИЗО? Мені СИЗО не надо. СИЗО то на 15 суток, а мені потрібні серйозні відносини. Так, пожалуйста, идите отсюда. Что значит идите? Ви мене ще попляшете. Зі мною. Идите, я прошу вас, господин. Не толкуйтеся. Что тут происходит? Я не понимаю. Слушайте, господин президент. Да. Смотрите, все стандартные способы мы перебрали. Предлагаю действовать неординарно. Например? Например. Смотрите, вот кто сейчас первый в кабинет войдет, того и посадим. А че? Кто первый войдет, того и посадим. Ага. Странное предложение от генпрокурора. Ну раз других вариантов нет, попробуем это. Да? Хоть бы Аваков, хоть бы Аваков, хоть бы Аваков. А почему именно он? Потому что его проще посадить, чем уволить. Хоть бы Аваков. Хоть бы Аваков. Здравствуйте, Владимир Александрович. Я к вам с отчетом. Значит, смотрите. Я построил стеклянный мост. Этот Шулявский. И заканчиваю Подольско-Воскресенский. Вот. Вы арестованы. Спасибо. Почему? По решению президента. Пожалуйста. Так, ладно. А если так? Здрасте, Владимир Александрович. Здрасте. Я пришел вам, чтобы сказать, что я участвовал в коррупционных схемах по строительству стеклянного, Шулявского и Подольско-Воскресенского моста. Вот. Вы арестованы. Да как это работает? Что такое? Адвокат, иди сюда. Иди сюда. Значит, здравствуйте, Владимир Александрович. Здрасте. Это мой адвокат. Здрасте. Он будет представлять бокс, мой велосипед и плакат Сисикеч на стене. Что? Я буду представлять его интересы. Да. Значит, я буду говорить только в присутствии адвоката. Да. Значит, смотрите. Все, что использовано против меня, может быть использовано и мной против меня. И я имею право хранить наркотики. Имею иметь имение, и тем не менее. И тем не менее. У меня есть право на последний звонок, но я его использовал в одиннадцатом классе. У вас на меня ничего нет, а у меня на меня есть пиджак. Вот. Виталий Владимирович, может быть я как адвокат вам немножко помогу, потому что вы не уходите. Не, не, не надо. Ты что, не видишь, что я справляюсь сам? Значит, Виталий Владимирович, вот ваше дело по постройке Шулявского моста. Разнакомьтесь, пожалуйста. Да. Что это такое? Да мы специально так сделали, чтобы он хоть как-то мог с делом ознакомиться. Так, все понятно. Иди отсюда. Адвокат, уходи, я тебе говорю. Иди. До свидания. Пошел вон, быстрее отсюда, говорю. На, держи. Ну, что скажете? Я без адвоката ничего говорить не буду. Так, ребят, ну, с таким успехом нам коррупцию не победить, извините. Вот смотрите, Владимир Александрович, чтобы победить коррупцию, значит, сделайте, как сделал один, этот, сингапурский государственный деятель, не, не так, неправильно. Один сингапурский деятельный государ... Не то, тоже. Сейчас. Один государственный деятельный сингапур, вот так, которого звали Ли Куан Ю, что в переводе означает Ли Куан Ты. Так вот, он, чтобы победить коррупцию, посадил трех своих друзей. Поэтому вам, чтобы победить коррупцию, нужно посадить еще троих друзей Ли Куан Ю. Ну, Ли Куан Ты. Все, идите. До свидания. Я не понимаю, какая-то безвыходная ситуация. Слушайте, Владимир Александрович, А может, вам действительно, как премьер-министру Сингапура, посадить трех своих друзей? Ну, кого ты предлагаешь? Ну, может, кого-то из квартала. Руслан, ну не могу я их второй раз за год кинуть. Ты не понимаешь или что? Да понял, я понял. Слушай, подожди. А если тебя посадить? Да ну, Владимир Александрович. Отчего? Отчего ты отказываешь? Ну, представь себе, дадим тебе одиночечку. Теплую, уютную, постелька, матрасик, одеялко. Спи сколько хочешь. Никаких тебе конференций, никаких корреспондентов, никаких каналов прямой. Блин, может, самому сесть. Что-то я замечтался. Так, я решил, все. Значит, смотри, раз мы не можем никого посадить, я предлагаю всех вас уволить. Всех, до одного. Всех? Да. Значит, и меня, что ли? И тебя, и правительство. Давайте, собирайте свои вещи, идите уже, пожалуйста, последний путь. Последний путь? Да. Как? Как, как и положено, с оркестром. Ну, проводить правительство с оркестром, это я понял. Да. Ну, а речь? Легко. Маэстро. Ну, 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 ребят, ребят, ну, 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 ну не так же весело. Кабмин же провожаем. Сегодня нас покидает Кабмин. Что сказать? Это тот редкий случай, когда можно сказать, что уходят не лучшие. Слышите, в конце концов, перестать. Мы интеллигентные люди. Об ушедших нельзя плохо говорить. Поэтому давайте споем. Сегодня от нас ушел новый Кабмин. Несем на руках, денег нет на бензин. Такая короткая жизнь, видит Бог. Да, турборежим пережить он не смог. Уходят министры от нас в лучший мир. Где пенсии выше, в бюджете нет дыр. Прощай, а ведь ты был таким молодым. Прощай, Кабмин. Ну и премьер с ним. Увозит в закат Лешу Гончарука. Бей в траурных лентах его самокат. Давайте помянем премьерство его. И скажем о нем хорошо. Ничего. Увы. Но земля вас не сможет забрать. Закон вы о ней не успели принять. Спите спокойно, сказали бы вам. Но в голову лезут другие слова. Но в Акраина где? Весна давно уже в календаре. Полгода были где? Весна давно уже в календаре. А где реформы? Где? Весна давно уже в календаре. Страна в смартфоне где? Весна давно уже в календаре. В таможне зажгли по Нефёдову свечи. Вновь капает воск. На грудь и на плечи В стриптубе сегодня приспущен пилон Желание последнее Это закон ЕС раздаёт людям ради конфеты Бог дал, Бог и взял, вот и Бог да на нету Окроплен весь офис святой водой Чтоб призрак его не ходил за спиной Снимите, пожалуйста, граждане шапки Печально входя в кабинет рябошапки Ушёл прокурор, так сказать, мир иной И Пётр уже не такой и святой Директор НАБУ на больничный собрался Прокурора вирус к нему подобрался Структурия своей он уже не жилец Может, ответит он нам наконец? А где базах и где? Весна давно уже в календаре Ну хоть и дозры где, а? Весна давно уже в календаре А где тарифы, где? Весна давно уже в календаре А где дороги, где? Весна весь год у нас в календаре Е-е-е! Опа-ча! Молодцы, ребята! Е-е-е-е-е! Всё! Вперёд! 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 Дякую! В последнее время в Украине всё настолько политизировано, что о политике говорят практически на всех телеканалах и даже на телеканале Дискавери Поэтому без лишних слов внимание на экран Итак, политическая Дискавери Начнём с главной новости Владимир Зеленский разогнал кабинет министров А шо они себе думали тоже После увольнения Рябошапки Пётр Порошенко стал какой-то нервный А так и не стали Немножко большой политики На встрече Путина и Трампа произошёл небольшой инцидент Это поличка Ну, Арсен Аваков заявил, что не понимает, какие к нему могут быть претензии У него всегда всё под контролем Бдит Да мимо меня даже мышь не проскочит Владимир Зеленский назначил Андрея Ермака главой офиса президента Нарекаю тебя Персивалем Слугой великого короля И снова скандал Журналисты снова поймали Илью Киву за любимым занятием Он тут хоть красивый Владимир Путин заявил, что не имеет никакого влияния на Лукашенко И у того есть полная свобода действий Смотрите политическое дискавери и улыбайтесь Ну что, мы продолжаем Вы знаете, как правило, жизнь родителей состоит из трёх этапов Ой, смотри, наш малыш наконец-то пошёл Это первый этап А второй Ну и куда ты собрался идти Десять вечера И третий Когда ты уже, наконец, съедешь из нашей квартиры Представьте, средняя статистическая семья Отец, который дождался третьего этапа Так Значит, так Значит, старший уедет в свою квартиру Младший поедет в общагу Ой, спасибо, боже, как же я вас люблю, дети Была детская Станет не детская Значит, так Тут поставлю бильярд Тут поставлю рядом с бильярдным столом холодильник Чтобы открываешь, и пиво холодное Чтобы, эх, не Не Не, не холодильник Не Поставлю кегу с пивом и кран И кран Чтобы вот так Раз, открываешь Коля Коль Что? Две Точно Две кеги с пивом поставлю и кран Чтобы можно было светлое и тёмное Вот так Две Да не, Коль Что? Тестовать Что? Две полоски у меня, представляешь, Коль Да ладно Убрёт Да ты чё, Оля? Не может быть, ты чё? Так Я сама в шоке Что ты делаешь? Коля Ты чё? Оля? Ой, Оля, сердце, Оля Тихо, тихо, тихо Таблеточку Оля, умирай Таблеточку не надо Ты куда? Свалить захотел? Не получится Привыкай, Коля Мы, кажется, теперь с тобой снова родители, представляешь? Вот это да На старости лета Что ж ты за человек такой, Оля? Что ж ты всё время детей рожаешь? В смысле? Ты не можешь родить что-нибудь полезное Бильярдный стол, например Оля Что? Что ты говоришь такое, а? Я говоришь А может тест ошибку дал, а? Может и два сделай Ой Да ты шо? Ты шо думаешь, я малолетка или шо? Вот это один сделала и прибежала, а? Да вот, пожалуйста, раз, два, три А это вам на погоны, Николай Семёнович Тоже мне начал обвинять То есть она родится в 55 А чё она? Может сын будет? Не она Только баба могла такое учудить Да ну, Коля Коля, значит так Родится в 55 Это значит, я её в 62 поведу в школу Потом в выпускной Это ближе к 78 Потом, значит, женятся Они сейчас поздно Где-то в 85 будет внук Это прикол, Оля, конечно Чё прикол, Коля? Это потому, что есть вероятность Что мы с внуком, Оля, будем сидеть Вот так друг напротив друга Вот так делать И писаться в памперсы, Оля Вот так Да ну, Коля, перестань Оказывается, 85 жизней только начинается Осталось до неё дожить Так А ну-ка перестань, во-первых, вот это мне нудить А во-вторых, скажи мне, ты шо, не рад, да? Ты не рад? Да почему не рад? Оля, шо ты начинаешь? Рад Дети же это Счастье Ну так улыбайся, если счастье Да ну, Коля, ну шо это такое? Он вообще от меня или нет? Ты шо у меня спрашиваешь такое, а? Ты шо себе выдумал, а? Ты шо обо мне вот это вот это? Да я не в этом смысле Мы с тобой люди не молодые уже Поэтому давай вспоминать, когда у нас был последний секс Да шо тут вспоминать? Все было это вот когда Вот это если было это когда То значит не на прошлой неделе точно А может на Пасху? Не, на Пасху не может быть Ты просто тогда целый день с тестом на кухне провозилась Точно, я с тестом возилась У меня эти пасочки не поднимались Да, у меня тоже не поднимались А может, подожди А может в начале февраля? Не, я февраль точно помню Тогда лифт отключили Я по два раза на лестнице передышки делал Какой там секс? Да, тогда не до секса было А когда ж тогда мы вот это Я вспомнил, Оля Когда? Когда мы не предохранялись Вот когда это было Коля, шо ты вот сейчас сказал? Ты сам вообще понял? Мы с тобой 25 лет в браке Когда это мы не предохранялись? Мы всегда не предохранялись Я имею в виду, что крестик я тогда снял Ты же отвлекалась все время Вот это он туда-сюда ходит Да, было, было Да подожди, так это ж полгода назад было Точно, полгода Все Все Вернулась флешка в голову На Новый год мы занимались сексом Все Вспомню Точно, Коля Занимались мы, конечно, сексом Только кое-кто тогда заснул Но продолжал же Это да Но продолжал же Не переживай, все нормально будет Он, посмотри, сосед наш, Эдик Друг твой Ну, семеро детей у человека А последнего в 60 родил Старше, чем ты Ну О, Эдик, привет Слушай, я хотел тебя спросить Как ты со своими детьми справляешься? Подожди ты со своими вопросами Тут поважнее вопрос Это ваш ребенок? Нет Блин, походу мой Ладно, иди к мамке Давай, давай Слышите, я у вас немножко тут отдохну Да, да, садись, садись, конечно Конечно А мы как раз поговорить хотим Эдик Попу вытер Сад отвел Сколько еще времени? Фу Еще 40 секунд И что, ты хочешь, чтобы я такой же, как он был? А ну перестань, просто устал человек А что ты? Эдик Лазики, колики А что так тихо? Я что, умер? Зато высплюсь Эдик Эдик Ты у нас дома, Эдик Привет Привет, ребята Привет А что вы шепчетесь? Ой, да у нас тут такие новости У нас скоро ребенок новый появится А зачем вам новый? Возьмите одного из моих Эдик Да, родная? Беги скорее сюда У меня для тебя радостная новость О, нет, еще один Давай, беги Коль Коль Коль, да ну ты что? Да не надо так сокрушаться Оля, я просто подумал про все эти памперсы Подгузники Ну так а что? Мне 55 лет, Оля Я слишком стар для этого дерьма Ой, да ну перестань, Коль Давай, хватит ныть, соберись А ну-ка соберись Зато у меня, как обычно, грудь станет больше А что ты сразу с козырей пошла? У тебя после родов, как обычно, все станет больше Ой, не надо Я в прошлый раз на 2 килограмма всего лишь поправилась А на второй руке? Так, хватит этого вот вспоминать Да Ладно, давай распределим обязанности Давай Давай, давай Если родится девочка, воспитываешь ты А если мальчик? Улица, правильно, молодец Какая улица? Все, ладно, я пошутил Вместе будем воспитывать Мама твоя хоть поможет? Ой, да Ты ей, кстати, сказала, обрадовала ее Да еще нет, она же, ты понимаешь, она же сердечница Надо как-то деликатно Деликатно, точно Сердце же больное Да Я обрадую Алла Ивановна! Да тихо, ну перестань, потом скажем Мам, пап, привет А что у вас с лицами? Умер кто? Хотя нет, там обычно наследство какое-то У вас с лица повеселее Что случилось? Такое у нас тут сына случилось Мама, бери Да Вот так А, понятно, понятно Получается, я только из дому, а не сразу в койку Допрыгался, да? Ты понимаешь, что головой нужно думать, одеть не местом, папа? Соколики Мысли Ты где жить собираетесь, а? У нее, у тебя Ты понимаешь, что ты после этого всего на ней жениться должен? Стоп Сейчас Валя, иди сюда Шо это? Ты видишь, каких мы идиотов рожаем? Слушай, просто я реально не понимаю Вы же мне рассказывали, что у вас с этим большие проблемы Что даже когда мной вы пытались забеременеть, даже к бабке ездили Ездили к бабке А сейчас к бабке решил не ездить, сразу бабку забеременел, да? Это шо такое? Ну-ка, пошел валь отсюда, я тебе сказал Оля, я такого в своем доме не потерплю Не надо мне такого Нет у меня больше сына, Оля Все, 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 одного нет Второй скоро появится Ладно, Коль, ну шо ты со мной Ты представляешь, сколько надо денег, чтобы воспитать ребенка, Оля? Коль, да сейчас это все уже продумано Денег нормально дают Мы с тобой получим 400 тысяч Сколько? 400 тысяч, представляешь? Че, это где ж такое? Четыре А если за одного 400, это за двоих получишь? А если тройня будет? Какая? Ой Коля А если пятеро будет? Ой, Олька Ты шо? Ты мой Лексус, Оля Коль Мой домик на Дисне, Оля Коля, ты перестань, ты шо, там один ребенок Вероятность пятерни нулевая, какой Лексус? Я ничего не знаю Я на старости лет от Лексуса и от дома на Дисне отказываться не собираюсь Коль Раздевайся, Оля Пока возраст позволяет, подкинем туда одного-двух, Оля Да иди ты, Господи За тобой быстрее, Оля Ну что ж, мы продолжаем И в вечернем квартале наша постоянная и, надеюсь, ваша любимая рубрика «Встречи со звездой» на стрепском телевидении Встречайте ее постоянный ведущий Тринко Бринчич! Здравствуйте, здравствуйте, дорогие теленоблюдашники! В эфире музыкальная децибельная программа «Улина воральная звезда» и ведушка Тринко Бринчич, аплодушки! Эй, 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 эй! Наша программушка такой длинный час не мозолила ваши глупоглазые, что я даже пару раз преуспел вскучнуть Чешется запросить вас на многократную извинячку за такой простой В меня была мощная уважачна причина, мне было до падлы работать, я был на речке и пинал буи А сразу давайте мощными рукохлопами взбудоражим себя та запросим на сцену нашу звезданутую приблуду Зустречайте сладко лица, горло дралица Злата Огневич! Добрый очковый вечерочек, Злата! Дозвольте лобызнуть вам кобырячку Беляш кушали, да? Окей, добрый! Вместе с вами! Да! Парканите Кардашьян, погоняем балабола Так Значит, сразу чешется распитать, чимаете вы ухажерца, че лохматите с хохальком, чиматросите по кобыльках Я все поняла Маю Маю ухажерца Так, добрый Я просто имел хотелку запредложить вам мутануть по беспределу с сербским ловелазом С вами? Ясный штрих, шо со мной, конечно Иначе кличут сербский бредписич Да, опладушки, эй-эй! Да, нажаль, я кто чешут нас в сербии не с нашей пружкой До слова, Злата Огневич, что сильно схожи на сербское имидж, как-то фамилица, вы не сербка? Злата Огневич, это мой творческий псевдоним То-то так накорябано в паспортишке, правда? Уже да Доброе, ну тогда чешется вам поведать, что вы шишечку притупили, бо в нас в сербии маются больше милозвучные погоняльца Давайте так, я вам запредложу двойку-тройку погремух Может кто из них вам будет мощней до сердца, неж Злата Огневич, добра? Доброе, доброе Шишка торчич Дырка зубич Бутафорич Бракобесич Шкода фабич Мантучешич Мазафакич Легко сдобыч Нет? Нет, 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 нет Просто Злата Огневич, добрая Як нас забыл оболит на неч и судильки неч, а зраз в нас рекламованный перекурчик Головным баблометателем нашей программушки есть элитна наливайка «Бухарест» Наливайка «Бухарест» только элитный алкогольный намешалки Красновато «Мэри», пена с коладой, штрик на пляже Наливайка «Бухарест» уподобься свиноматке Наш постоянный партнер – Европейское работодательное агентство Задолбало нищебродить в Сербии, мотнись в Европу Европейское работодательное агентство Тереби клубничку в Польше Возводи халабулы, полоскай хрича в Италии Оп, ладушки, эй, эй Возмернемся до златы Перекинемся до наступной темки Звезданутые ногудрыжества Со щеток Это по-вашему «Танцы с зерками» Это проект, да? Звездопляски по-нашему, да Не секретит, что звезданутые плясуны Не противлятся подергать партнерца за гормон Так сказать, поелозить за паркетом Славнозвестный странолаз и мироблуд Дима Комаров Даже обженился на своей партнерке И израз официально жалит мисс Украина А то и ваш партнерец Женька Жук То есть мощно липовидный ногодрык А был промеж вами искромет? Давайте по чесноку Жучились с жучком Ну, конечно, вы хотите услышать ответ «Да» Но Но я люблю бабочек больше, чем жучков Чем жучков Чем жучков А Женька с четой жук, да Такая вы прошелка Че не чешется вам светануть табличкой в киношке Например, звезданутый рэпомютный словомет Потап Разом с гномовидным шапконосом Монатиком Светанули хлеборезки в скаженном веселе Дедовидный горлопан Дзидзё Нахлобучил глядача на контрабас Даже Олька Полячиха В свингернутом фильме Раздвигала шлепки Чего вы поджидаете? Я уже согласна Уже? Да Добре А для того, чтобы мы дальше могли В нашей программушке гонять балабула Я кину благодарку Нашим спонсорованным деньгодавцам Программушка «Оральная звезда» Кланяется в чресла Минеральной помогалке для растений Катяшок Взбодри урожай Разбросай Катяшок А також мы отбиваем поклон Кремовидной харе-втиралке Для женщин «Надежда» Чешется мужичка? Натрись надеждой Счё один наш баблометач Сетчатка белградских ресторанов «Едало» Будешь в Белграде? Заедь в «Едало» Добре Счё болтается запыташка До вашего песня «Медства» Какие планы мотаются На вашем передке? Самые лучшие творческие планы У меня выйдет видео Новый альбом Тур Украиною Який называется «Чекай» Ну, то долгосрачный перспектив А в близкострачном что? Дорогие мужички и томатки Облазайте княжлифплёсками Для вас горланит Златан Ибрагимович Тоха Катайка Повстречайте лукохропами Златан Ибрагимович За 20 минут можно сделать многое Потап, например, может написать новый хит Ира Билык может развестись А потом обратно выйти замуж А Виталий Кличко с легкостью Составить сложно сочиненное предложение А услуга «Экспресс-стирки» Обещает за 20 минут Отстирать абсолютно любую вещь Итак, представьте В одном из киевских отделений «Экспресс-стирки» Здравствуйте Это у вас тут «Экспресс-чистка» О, здрасте А я вас узнал Вы же этот Да, 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 это я Юрий Горбунов Горбунов Слушайте, у меня проблема У меня через час прямой эфир А мне здесь на пиджак Птичка какнула Птичка какнула? Да вы не волнуйтесь У нас «Экспресс-чистка» 20 минут И это маленькое серое пятнышко Мы отстираем Вы не поняли Серое – это цвет пиджака Отстирать надо белое О, господи Что вы сделали этой птице? Это ее гнездо ваша жена На голове носила Очень смешно Пожалуйста, мне сейчас не до смеха Пожалуйста, быстрее Да, 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 да Все, я кладу, кладу Сейчас вот уже Замачивается уже все Все нормально Ну, что вы смотрите? Включайте А, я вам не сказал Дело в том, что тут Минимальная загрузка аппарата 5 килограмм Он просто не включится Ну, и что делать? Ну, что вы Подождем Сейчас кто-то из клиентов Еще придет Вещи и принесет Докинем их Я включу и… Что, с ума сошли или что? Я вам говорю У меня через час прямой эфир Пожалуйста, быстрее Ну Ну, снимайте рубашку Когда у меня чистая Ну, сходите домой Принесите грязную Я подожду, в принципе У меня полно времени Ёлки-палки Давайте, давайте Я пока еще не запустил Давайте Снимайте, снимайте, снимайте Быстрее Да Да Давайте, давайте Ага Вот Есть Ну Не хватает Ну, брюки я точно снимать не буду Даже и не думайте Там мне вообще все равно У вас же прямой эфир Пани Тапанове В центру Киева В прямом эфире Так, все, спокойно Я понял Давайте, давайте Давайте, давайте Заходите сюда, снимайте Блин Давайте, давайте Ага И туфли, туфли тоже Все, давайте Я кладу, давайте Все, есть Что, что А Подштаники тоже снимайте Я что у вас В одних трусах тут стоять буду Ну, не знаю Если вы одни трусы надевали То будете в одних Так, давайте Ага Носки тоже снимайте Снимайте, все, снимайте Все, давайте, давайте Кидайте Туфли, давайте, все Нет времени ждать У вас прямой эфир Через полчаса Ну Два с половиной килограмма Еще нужно Подождем Кидайте свои вещи Что вы смотрите на меня Снимайте свои вещи И бросайте Они у меня чистые Смысл Я же не понимаю Что вы Что вы сделали Снимайте быстрее Я за все заплачу Быстрее Ну вы, конечно, заплатите Снимайте, бросайте свои вещи Капец, вообще Вы предупредили меня, что ли Экспресс чистка Капец Двадцать минут Двадцать минут Экспресс чистка Давайте быстрее Так я же не знал Что вы будете на меня Закидывать все это Кипалки Тоже мне Ведущий Экспресс чистка Двадцать минут И у вас все будет в порядке Да, все будет в порядке Ну Хватает? Восемьдесят грамм Не хватает Ну Я же говорил Что? Так вот Почему вы, Горбунов Я извиняюсь Вы можете На меня не смотреть? Да, да Вопрос Девятнадцать минут осталось Что будем делать? В смысле? Ну Чем займемся? Надеюсь Ничем Ну может Мы с вами как-то Не может Вы нервничаете? Да Это потому что рядом Голый мужчина? Да нет То есть Для вас Голый мужчина рядом Это нормально, да? Послушайте Я нервничаю Потому что у меня Через час прямой эфир А я стою здесь голый Ну это же лучше Чем там стоять голым Правильно? Послушайте Я вас очень прошу Давайте просто Постоим и помолчим Да, да Конечно Как там Катя? Нормально Катя Не жалуется Странно Что? Вы не поняли Я имею в виду Странно Мне говорили Что на канале Коломойского Одни евреи работают Что за глупости? Не, ну теперь-то я вижу Что врут Послушайте Я прошу вас Как мужчина мужчину Перестаньте Меня рассматривать Да я вас не рассматривал Как мужчину У меня вообще-то Девушка есть Ну вот и прекрасно Давайте отвернемся Давайте Что вы за мной повернулись? А, в разные стороны? Ну конечно Я не понял просто Извините, да Так а вы что за мной повернулись? Потому что я не успел Развернуться Ну так разворачивайтесь Что в самом деле? Да не трогайте меня руками Да не трогаю я вас Господи Я просто имел в виду Вы туда, я сюда Давайте без ваших Туда-сюда Блин Что? Мы можем с вами Местами поменяться? В смысле? У вас витрина прозрачная На меня люди пялятся Возьмите, прикройтесь Что вы делаете? Спина зачесалась просто Извините Сводит немного Вы можете почесать Меня просто Я не могу Вот здесь вот Не дотягиваюсь Вот здесь почешите Нет Да вот здесь Нет, чуть-чуть вверх Вверх чуть-чуть Нет Да нет Отсюда Левее чуть вверх Нет, ниже Ниже Ну просто держите руку Я просто сам буду Держите руку просто Как вы думаете Меня с такой пластикой Взяли бы в танце со звездами? Да прекратите вы В конце концов Ну что же это такое Извините Привет всем подписчикам моего видеоблога Это программа «Голые и смешные» Сегодня у вас в гостях известный телеведущий «Голос Акраины» «Танцик с зерками» и шоу Юры И сейчас мы с вами увидим шоу Юры Ну что вы делаете? Ну заберите телефон Ну что вы как ребенок Хорошо все Простите Я понятно говорю Все Не понял Здрасте Это экспресс-чистка Мы из коллекторской фирмы У вас просрочен кредит на стиральную технику Мы ее изымаем Подождите Что вы делаете? Там мои вещи Подождите Подождите Да А уже проплатили Несите обратно Ну аккуратно пожалуйста Тут 5 килограмм стирается Все Все Уходим И смотрите мне Еще раз просрочите Оставлю вас без Вот так и оставлю Понятно? Пошли До свидания Ну ответьте уже Так это не у меня Это у вас наверное Алло О нет Вот сейчас Мне не совсем удобно Разговаривать Что? Провести свадьбу? Конечно удобно Говорите Да Да Говорите Я все Я постараюсь Нет Мне это надо Ручка есть Ручка Сейчас Да Сейчас Одну секундочку Да Да Сейчас Одну секунду Возьмите Так Записываю Диктуете Куда писать Сюда Кафе Кипарис Кипарис 19.00 Да Все Буду Спасибо большое Да Да Обязательно Спасибо Господи Кто-то идет Елки Здравствуйте А я за платьем своим пришла Почистили уже Здрасте Ой Юра Привет А что ты здесь делаешь? Так Птичка На пиджак Какнула А я Знаешь Тут Пять килограмм Ну Снял Трусы Ну я сейчас Быстро Это Двадцать минут Минут Ясно Катя Знает Да нет При чем здесь Катя Я говорю Что Птичка На пиджак Какнула А я Смотрю Экспресс Ну и я Питчка Я не понимаю Как тебя ведущим заказывают Ты же двух слов связать не можешь Нет Леночка Ты меня неправильно поняла Я все правильно поняла Юра Я теперь понимаю Как у вас кастинги Ваши талант шоу проходят Как там побеждают люди Я все поняла Я за платьем В следующий раз иду До свидания Наконец-то Достиралась? Нет Свет выключили Нет Господи Ну зачем я пришел В вашу долбаную Экспресс-тишку? Юрий О господи Успокойтесь Успокойтесь Я прошу вас Десять минут эфир Да я понимаю Да у меня через десять минут Я понимаю Послушайте Я вспомнил У нас там под сопки Есть костюм Костюм Его месяц назад принесли Постирали и не забрали Пойдемте Я вам его покажу Пойдемте Давайте Берите Берите Пошлите Пошлите Быстренько за мной За мной Короткими перебежками Давайте Давайте короткими Ага Хайкин и панове Витаем вас в прямом эфире С центру Киева В народе бытует мнение Когда женщина Куда-нибудь собирается Бесконечно долго Можно смотреть На три Сто двадцать три вещи Не верите? Давайте посмотрим Лена Ты скорая или нет? Женечка Я помню Мы опаздываем в кино Две минутки Две Не, в кино мы уже не опаздываем Я уже сам сходил На два сеанса Спасибо Мы теперь опаздываем В ресторан Да Подожди Как в ресторан? Так я не могу в ресторан Идти в том В чем собиралась в кино Мне надо переодеться Да хорошо Что мне делать-то, да? Откуда я знаю Покури Перекури Да что мне перекурить? Я все уже перекурил Теореты закончились Айка зарядился Кальян горчит Не знаю Вызови такси пока Пока что? Пока они еще существуют? Или что? Или пока их роботами не заменили? Лен У меня из-за тебя Между прочим В Убере В рейтинге пассажиров Вместо оценки Мудак написано Женя Ну пожалуйста Я тебя прошу Не начинай Почитай что-нибудь Я уже все перечитал Лен Я войну и мир перечитал Все Понимаешь? Что ты рассказываешь мне? Да что перечитал? Я ее выучил Ой ну что ты врешь Гостиная Анны Павловны Начала наполняться людьми Приехала высшая знать Петербурга Люди самые разнородные По образам и характерам Но одинаковые по обществу Я поняла Ничего себе молодец Ничего себе Ну ладно Жень Я не знаю Ну позвони пока Во французский ресторан Так улиток захотелось Улиток захотелось Да Так а что я буду в ресторан звонить Лен Я напрямую улиткам во Францию Сейчас позвоню Пусть они выдвигаются Мы как раз одновременно На подоле во времени Встретимся в ресторане Ну хватит Это все не смешно Ну что ты такой нетерпеливый Я нетерпеливый? На моем месте Хатика уже давно бы Плюну развернулся бы и ушел Так Женечка знаешь что? Я придумала тебе занятие Какое? Ты возьми телефон И позвони всем друзьям С которыми давно не общался У тебя же много друзей Слушай Лен Я уже со всеми переобщался Я всю телефонную книгу Пережерстил А не Не совсем Сейчас Секунду Алло Приватбанк Здрасте Да Прикиньте Сам вам звоню Да Есть минутка Задавайте свои вопросики Это бросили трубку Женя Ты думаешь так легко собраться Когда нечего надеть? Как нечего надеть? Мы же вчера Специально поехали в магазин Купили тебе платье Для сегодняшнего дня Ну да Ну оно меня полнит Так а зачем мы вот это покупали? Потому что на него скидка была хорошая И вообще У меня в этом магазине Бишкек Или как это называется? Ну когда деньги на карту возвращают Это кэшбэк называется Я так и сказала Я так и сказала Слушай Может мы не поедем никуда? Ну ты же слышал Коронавирус гуляет везде Видишь Даже коронавирус собрался И гуляет уже А мы с тобой пару квартир И перейти не можем Что можно делать Было столько времени? Ну я брови выщипывала Выщипала? Пошли уже Ну я не могу Ну как же Мне же теперь новое нужно нарисовать Я же тебе выщипала И вообще Мне нужно накрасить лицо Господи У тебя что-то изначально было На том лице Что ты его все время так красишь Лена Жень Две минуты Хорошо Я в коридоре жду Ага Хорошо Боже мой Так Так Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хоть это сработало, спасибо, дружище Лен, ты готова? Я готова, Женечка Ну так пойдем быстрее тогда, что такое? Одной из самых громких новостей последних дней Стала передача украинских железных дорог В концессию немецкой компании Deutsche Bank Хотя мало кто знает, что у Укрзалезницы Также интересовалась парфюмерная компания Шанель Их интересовал секрет запаха украинских поездов Который на одежде держится дольше, чем все духи вместе взятые Как бы там ни было, но теперь немцы будут помогать нам реформировать железную дорогу Поэтому наши поезда теперь будут ездить не Тух-тух-тух Тух-тух-тух-тух А Тух-тух-тух-тух Тух-тух-тух Тух-тух-тух Смотрим Странно, уже 45 минут, как Ганс должен быть на месте, до поездки в Украину он никогда не опаздывал, странно, а вот и он, Ганс, хобцу мир, Ганс, вы опоздаете на 45 минут Это фигня, 45 минут не опоздание Ганс, с вами все нормально? Нет, как вы могли ввязаться в эту авантюру? Ганс, я вас не понимать У красолизницы это ад, сначала у них правил поляк, потом назначили чеха, потом втянули нас немцев, как мы сами не догадались, что они сами эту фигню не могут управлять Неужели все так плохо? Конечно, плохо, там полная антисанитария Я видел в вагоне окно, на котором написано «Помой меня» и с одной и с другой стороны Кошмар! Это не кошмар Это не кошмар, если вы едете в плацкарте и покупаете билет на нижнюю полку и там едет с вами бабка, вы стелите постель, вы стелите не себе, вы стелите бабки Бабки! А еще там будут проводницы вас за два часа до прибытия поезда Но это же хорошо, когда будет Хорошо, конечно, но мне нужно было ехать всего два часа Меня начали бить еще при посадке в флакон О майн гот! О майн гот, у них даже нет биотуалета Подождите, а как... А как просто приходишь и нажимаешь педальку и все это вылетает на рельсы Нажимаешь педальку? Педальку нажимаешь и все вылетает на рельсы Помните, мы говорили, что нужно угрозалезницу восстановиться два года? Ну? Потребуется больше времени Почему? Почему? Потому что нужно сначала отмыть рельсы Канс, возьмите себя в руки Это что? Осматривать уголь-залезницу с вами ехала целая делегация специалистов Ну? А вернулись только вы один И что? Где остальные? А вот они Вот они Что это? Зачем вам это все? Мы не знаем Зачем тогда вы это покупать? Было страшно Вы бы сами купили, если бы этого в окно ночью вставали, правосы Какой ужас? А ужас нет! Это еще никто ужас Вот сейчас мы расскажем, что такое настоящий ужас Чтоб сделать залезнице план Мы к вам приехать с дойчебан И чтоб понять, как все арбайтен Купить себе билет в плацкартен Иду по узеньке проходен Тут ахтун, ахтун чьи-то ноген И весь вагон сидит в слезах На верхней полке черв в носках Внизу за столиком хозяйкен Достала курка млеко-яйко Он угощать меня котлетен Еле дошнеллен в туалетен Но не утвержденья ни хрена Тут унитазен нету дна Скочит мой фюрер-праводница Не даст мой план осуществиться Проклятый санитарен зонен Я в тамбурен был обозорен Будь проклячай за п'яті хатки Мне в щель еда пихают бабки Путер! 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 Приснился мотоцикл папен А то сосед за стенкой храпен И на соседней полке справа Один мужик всю ночь дер фрау Но через несколько минут Все стало тихо, суп погуд Я наконец-то буду спать Ночей-то киндер заоратен Мутер! 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 Мутер-принята И у нас в эфире наша постоянная рубрика «Набис». Поехали! Когда нас вызывает «Набис»? Нет, это не угроза и не плохое настроение. Это просто кто-то где-то принял решение, что очень нужен номер «Набис». И зрители вспыхают, и сердце замирает, и девочки в экстазе закрывают глаза. И гром облоги сменда, и бис на сто процентов, и катится по щечке слеза. Это не игра, это не кино, это вам не шашки и не домино. Но это не прикол, это не каприз, это просто значит будет номер «Набис». К сожалению, не все семейные пары сохраняют верность друг другу. Так, к примеру, девушка Светлана пообещала своему мужу не изменять после свадьбы. Поэтому попыталась максимально выложиться до. Бывает и так. И еще про одну семью. Сергей вернулся с заработков из Польши на день раньше и застал свою жену за заработками в Украине. Как вы понимаете, никто не застрахован от измены, даже наша кварталовская семья. Посмотрим. Дорогая, я дома, дорогая. Женечка, Женечка, я тебе сейчас все объясню, это не то, что ты подумал. Я как раз то подумал, Лена. Я знал, что когда-нибудь наступит этот момент, и я застану вас в постели, Лена, с любовником. Ну все. Жень, я прошу тебя. Наконец-то настал этот день. Вылазь, я сейчас тебя бить буду. Ты, давай. Здрасте. Здрасте, извините, что я побеспокоил, отдыхайте. Это что? Ус-ус-ус-ус. Жень, успокойся. Это ус-ус-ус-ус. Женя, да, это Александр Русик. Я чуть не ус-ус-ус-ус. Женя, хватит, я прошу. А, теперь я понимаю, почему меня консьержка вслед перекрестила, когда я заходил. Жень, что ясно. Ты меня просто послушай, я сейчас все объясню. Не надо ничего объяснять, я сейчас все объясню, Лен. Отойди. Отойди. Здравствуйте, Александр. Извините. Все, отвлекаю вас от отдыха. Хочу просто все объяснить, знаете, это моя вина там получилась тогда. Пришел раньше с работы, не предупредил, мог бы позвонить, значит. А может, и сверхурочным бы остался, конечно. Вы не против, я вещи свои заберу, они на вас все равно малы будут. Золото оставлю, золото по праву ваше. Вы олимпийский чемпион. Да. Кстати, поздравляю вас с победой. Ленка, конечно, первая, кто вас с победой поздравил. Женя. Что? А ты мне, оказывается, мировая жена, Лен. Ты у меня легенда. В смысле легенда? Никто Усика не смог завалить, а ты бас его и завалила, посмотри. Женя, я напомню, ты вообще-то мой муж. Это все, что ты хочешь мне сказать? Я нет, Лена, я этого так не оставлю. Я это, мужикам буду рассказывать. Блин, они же не поверят. Можешь лечь рядом с Сашей, я вас сфоткаю сейчас. Жень, ну ты что, с ума сошел, а? Ну ты, может, сделаешь что-нибудь в конце концов, а? А я сейчас сделаю. Сейчас я все сделаю. Сейчас я сделаю бутерброды для Сани с колбасой. Столько калорий человек потратил, конечно, естественно. Женя, да ну, ты понимаешь, ты застукал свою жену с любовником. Александр, Александр. А вы, кстати, не обижайтесь, что вам Лена до этого со мной изменяла, не? Что? Женя, Женя, он спал с твоей женой. Ах, Александр, два раза мою семью осчастливили, а? Сначала ставка на вас сыграла, теперь жене. А подфартило? Ух, да, я вообще ничего не понимаю, а? Ты, может, расцелуешь его еще за это? А может, и расцелую, Лена, а может, и расцел... Сейчас. Мы же вроде как семья уже. На коммуналку скинешься? Не вопрос. Не вопрос. Вот, видишь, человек такой. Мне интересно, как давно я близко к легенде мирового бокса? Полгода. Полгода. Ты бездушная женщина, Лена. Полгода скрывать от мужа такой успех. Слушай, какой успех есть. А я думаю, что ты в последнее время как бабочка порхаешь, а? Теперь пазлы в моей голове сложились. Это когда я тебе неделю-две назад звонил, ты говорила, я не могу говорить, я в трамвае, я в трамвае. Это его медали звенели, оказывается. Спасибо большое. Вы еще долго собираетесь отношения выяснять? А что? А что? Я на второй раунд рассчитываю. Понял, удаляюсь. Удаляюсь. Спокойно. Куда ты удаляешься, а? Что? Может, ты все-таки пойдешь и поговоришь с ним как-то, я не знаю, по-мужски, а? По-мужски поговори. Да я ж мужичок необщительный, ли? Ты знаешь, ну было и было. Ну будет и будет. А ну-ка, давай быстро, давай. Соберись, пошел и поговорил. Женя, в конце концов, давай. Иди сюда. Знаешь, что я с такими, как ты, делаю? Что? Уважаю, понял, брат? Чемпион, красава, братан. Молодец. Все, я поговорил. А теперь врежь ему. Давай. Да ты хочешь, чтобы я его ударил, в нем сто килограмм, Лена? Ну и что? Тебе тоже сто? Да, но он свои сто тренировал, а я свои даже не хотел. Женя, ты тряпка, а? Женя, ты что, девочка? Ты давай как-то свою мужскую честь отстаивай, Саша. Саша, готовьтесь. Сейчас мой муж вас бить будет. Тихо, спокойно. Тихо, спокойно. Значит, я понял. Я звоню гробовщику и заказываю гроб метр восемьдесят семь. Я правильно понимаю? Я вообще-то метр девяносто. А я метр восемьдесят семь. Я правильно понимаю? Да деритесь уже. А не надо. Спокуха, тихо, спокойно. Саша, смотрите, если я сейчас лягу в нокаут и не выйду оттуда секунд через десять, это не значит, что вы меня вот так сильно ударили. Возможно, мне там просто лучше, чем в сознании. Возможно, я на принцип пошел. Возможно, я не хочу оттуда выходить. Бокс! Тихо! Стоять. Спокойно. Тихо. Я знаю, что вы человек верующий, Александр. Да. Богу через меня ничего не хотите передать? Слушай, мужик, передай, что у тебя очень красивая жена. Красивая жена, да, была. Что значит была? Я ищу твоя жена? Молчи, женщина, когда мужчина со мной разговаривает. Да, 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 и что? Давайте вы тут разбирайтесь, а я, наверное, поеду. Куда ты поедешь? Куда ты поедешь? Поедешь, когда я тебе скажу? Там пробки просто. Поедешь, когда я скажу и Uber Black тебе вызову, карточки к моей привязанной. Поедет он, там пробки. Он говорит, поедет. Женя, ну что ты, ну что ты так ничего и не понял, Жень? Что? Ну я Сашу специально подговорила, чтобы он немножко мне подыграл. Жень, да я просто не знаю уже, что делать, чтобы хоть как-то заставить тебя ревновать, а? Жень, ну ты что, я тебе смс-ки пишу, вот эти. Я тебя люблю, а потом сразу, извините, ошиблась номером. Ты не понимаешь, Жень? Я тебя чужими мужскими именами называю. Ты не замечаешь, да что там именами? Сразу в лоб. Фамилии, имени, мочеством чужим. Жень, а засосы? Засосы постоянно. Ты думаешь, это легко самой себе на собственной шее засосы ставить? Жень. То есть я сейчас не понял, Лед. Ты что, с ним не спала? Ну нет, конечно. А вот этого, Саша, я тебя никогда не прощу. Женя! Иди сюда, Саша. Женя! Иди сюда, отец Касания, я бесплатно не бью людей. Саша, не бойтесь, не бойтесь. Дорогие друзья, у нас в вечернем квартале сегодня был Александр Усик Жека Прости. Слава Богу! Игорь Кравец, Евгений Кашево и Александр Русик. Спасибо. Спасибо большое. Мы продолжим. По словам экспертов, до благополучной жизни в Украине остается около пяти-шести увольнений Кабмина. В Верховной Раде депутаты приходят и уходят, но есть в ней персонажи, которые остаются там навсегда. Итак, где-то в столовой Верховной Рады. Смотрим. Здравствуйте. Боже мой, граф, кого я вижу, мое почтение. Здравствуйте. Здравствуйте. Прекрасно выглядеть. Как дела? Отлично. Прекрасно. Так, что у нас сегодня? Так, а ну глянем. Мау, рыбка красная, икра черная, рябчики фуа-грамм. Нам-нам-нам. Эх, надоело это все, знаешь. Иногда так хочется дешевого куриного паштетика. Да на хлебушек черствый, да мивинка это все сверху полирнуть, а. Стас, слушай, все, забудь. Ушла Надя Савченко, ушла эпоха. Ушла. Слушай, ешь, что дают. Да понял я, понял. Так. О, смотри, смотри. Молодежь нынче пугливая, а. Молодой, иди сюда. Да иди сюда, не бойся. Давай, 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 ближе. Здорово. Ух ты. Добрый день. Как зовут? Толик. Что ж ты такой худой, Толик? Ага. А я просто по столу у Юзика живу. У Юзика, понятно. Да. Ну, ты знаешь, не самый плохой вариант. Ты самое главное под стол к Стефанчику не лазь. Угу. Там говорят, не то, что крошки не падают. Там даже наши пропадают. Угу. А и к Дубинскому тоже не лезь. Да у него крошки не допросил, что ли. Да прям такой жадный. Не, ну, в принципе, понять-то его можно. Он же, как и мы, с чужого стола кормится. А вы, кстати, ребята, где живете? Мы у Ирки Герасенко в голове. Но думаем съезжать. А че? Людно там. Живем, как в общаге, блин. А ты ешь, ешь, че стоишь. Можно, да? Спасибо. Можно начать истоголосователь. Погоди. О, слышь? Знаешь, что на синтезаторе? Наш дружок Серега. Ой, да ладно. Серьезно? Да в этой Раде без нас ни один серьезный закон не принимается. Да если б я тогда в декабре по калькулятору Гончарука не пробежал, да хрен бы они в этом году бюджет приняли. Ты понял? А главное благодарности ж, блин, ноль. Увидел меня, поднял папку, говорит, киш, муха. Муха, муха. Это что за человек, а? Ни в экономике, ни в насекомых не разбирается. Ну, а вообще у нас тут опасно. Ты знаешь, ни за что не прошу, помирить можно. Помирить это как? Ну, как Костик наш, а? Костика помнишь-то, а? О, знатный был таракабот, а? За Петра Алексеевича жизнь отдал. В смысле? Ну, его там на избирательном участке бюллетенью прихлопнули. Хабать! Аккурат в квадратике Запорошенко раздавило. Кошмар. О, опять Санек фотографию с отдыха в Инстаграм выложил. Класс. А Санек где? А ты увеличи. Ага. Увеличи. Ух ты! О, вот Санек. Это что, он на Сейшилах? На Сейшилах, да. А как он туда попал? Да, его в чемодане жук Коломойского привез. Какой жук Коломойского? Ну, Богдан. Вот вы, конечно, веселый ребят. Да у нас вообще тут весело. Ты знаешь, я как-то заскучал два месяца назад. Взял и киви в штаны залез. Так это я у него в штаны сползал. Хотя с нынешним составом Рады развлечения не те. Не те. Помнишь, как мы подумали, что Добкин младший за колонной муку рассыпал, а? Конечно помню. Я эту муку помню. Мы потом с тобой два месяца с такими глазами по Раде бегали. А он за нами. И главное орет. Пацаны не палите, пацаны не палите. Подожди, подожди. Что Добкин с тараканами разговаривал? Да он вообще тогда как мы был. Кто-то свет включает, мы в одну сторону, он в панике в другую. А мне больше, кстати, этот Поруби нравился. Вот такой мужик, а. Он когда говорить начинал, а если при этом еще и ел, нам на две недели хватало. А вообще народ был великолепный, ты знаешь. Супрун помнишь? Я вообще считаю, что ее нечестно выгнали. Чего? Я у нее как-то в кабинете по этим наброскам законов ползал. Так вот она вот-вот закон чуть не пропихнула, что нам попки лизать полезно. А это полезно. Рано выгнали. Владимир. А вот то, что, кстати, Ляшко не переизбрали, это хорошо. Орет постоянно, кулаком по трибуне бьет. Я мимо пробегал, он мне по спине как хрясня. Да ладно. Ага. Как ты выжил-то? Так, а ручка-то у него мягонькая, кожа нежная, бархатная такая. Я потом еще неделю кремом клубничным пахну. Для рук. Надеюсь. Так шухер, мужики, Кличко. Кличко, Кличко, прячься. Что за кипиш, ребята? О, изюм мой любимый. Я вас уволил, вот что таракана от изюма не отличит. Конечно, это же Кличко, прячься, говорю, прячься. Да, дорогие друзья, вы знаете, я вот сейчас подумал. Эти тараканы вот чем-то напоминают мне наших депутатов. Мы каждый раз на них ставим, каждый раз на что-то надеемся. И каждый раз происходит одно и то же. Вроде бы приходит человек, а через год оказывается, бац и, таракан. По-разному бывает. Друзья, вы знаете, например, иногда в жизни мы что-то такое делаем, не суразное, а потом понимаем, что все это было напрасно. Давайте уже сейчас жить так, чтобы потом не хотелось все отмотать назад. Как дети мечтаем порой, Чтоб жизнь наша стала игрой. Вот если бы нам загадать, Чтоб время назад отмотать. Рассветом встанет закат, ползет лавина назад. И ветер строит дома, и снова со снегом зима. И дым возвращается в трубы обратно, Деревьями вновь зарастают карпаты. В Киеве пробки с утра исчезают, Асфальтом дороги кругом обрастают. Все меньше в лесах и озерах пластмассы, И школьный автобус не едет на красный. И грязи поменьше уже в интернете. Никто нас не делит на тех и на этих. Из Больши вернулся народ в стране. Население растет, и нету тревожных местей. И брошенных нет больше детей. Летят снаряды назад без слез. У мамы глаза и в дом. Возвращая любовь, родители сходятся вновь. И незачем жечь поминальные свечи. И совесть никто не меняет на гречку. И гаснут конфликты, и гаснут пожары. И камни в руках остаются в санжарах. Вернулся Донбасс, снова Крым, Украинский. И не о чем больше общаться на Клинске. И все, кто столкнул нас с мирной дороги, Ответят за все, но хотят перед Богом. Студия «Квартал 95» и «Квартал Голлсбэн». Будьте здоровы, берегите себя. И мойте руки, кстати, тоже. Будьте здоровы, берегите себя. 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 Будьте здоровы, берегите себя.